Они спокойно жуют сено, привыкают к новому месту и даже не подозревают, какие страсти кипят вокруг. Хутор «Красный скотовод» сегодня одна из горячих ветеринарных точек области. Еще летом здесь обнаружили бруцеллез. Официально запрещено вывозить и ввозить скот, сдавать любую животноводческую продукцию. Однако местное стадо растет. Исмаил Яхаев завез недавно почти 100 голов. Владельцы уклоняются от обработок. Они не говорят о том, где они купили, когда купили, у кого. Привезли и прячут у себя по животноводческим помещениям. В этом дворе, где недавно был бруцеллез, снова большое пополнение. И снова проблема поставить телят на учет и взять кровь на исследование. В этот раз, правда, телекамера помогла ветеринарам. Но сказать на камеру, почему карантин для их бизнеса не помеха, хозяева не захотели. Почему завозится скот, если карантин? Молоко, значит, сдать нельзя, а этих быков понавозят. Почему? Такие вопросы местные жители задают и ветеринарам, и друг другу. Рыбальченко сдали несколько своих буренок, которые кормили их молоком. Купить новых пока нельзя. Но и единственный коровник семьи, и загон сотней упитанных бычков перед законом равны. И штрафы, которые пока один метод борьбы, одинаковы. Когда мы выявляем, мы, естественно, наказываем за завоз животных без ветеринарно-сопроводительных документов от трех до пяти тысяч штрафов. У нас таких человек на сегодняшний день выявлено 11. Точную статистику здесь дать непросто. По подсчетам местной администрации во дворах 120 голов КРС. По исследованиям ветеринаров около 600. Все поголовье проверить на бруцелез нужно несколько раз. Результаты должны быть отрицательными. Тогда снимут карантин. Но когда это случится, вопрос пока открытый. Валентина Колесникова, Андрей Коробко. Главные новости.